Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер, уважаемые слушатели! новую версию, а на работе будете этим пользоваться. Итак, в 10 версию мы доустанавливаем эти надстройки, причем они предлагаются компании Microsoft бесплатно, на сайте вы скачиваете. В 13 версии уже частично установлено, и в 16 версии наши основные надстройки, они установлены. Мы сейчас увидим, произошли некоторые изменения в интерфейсе, но мы это скажем и обратим внимание, интерфейс 16 офиса отличается от 13. Мы с вами проводим наш семинар в рамках нашего курса, который между собой мы называем Excel 6 часть, официально она называется «Бизнес-аналитика с использованием настроек PowerView», но это не отменяет того, что мы рассматриваем на тринги и другие надстройки, о которых сегодня будем говорить. Итак, пожалуйста, смотрите наш сайт, обращайтесь к нашим менеджерам, и любые ваши вопросы нам менеджеры расскажут, нам менеджеры ответят. Пользователи, мои слушатели тренингов Excel-эксперта по окончании наших занятий спрашивают, а вообще нам нужно это или нет. Поэтому скорее наш тренинг рассчитан на ответы вот на эти вопросы. А зачем нам нужны эти настройки и когда мы их будем использовать? И мы будем это смотреть с несложными примерами, а более сложные интересные моменты мы уже с вами отложим на следующие семинары. И сейчас постоянно звучит новая тема в Excel – это работа с моделью данных. То есть что это такое, какое место оно занимает в новых настройках, вот это мы с вами также и посмотрим. И когда мы говорим о том, как решать задачу, значит, мы говорим о том, какой алгоритм решения, собственно, выбрать, да, то есть какими инструментами пользоваться. Итак, основываясь на ваших вопросах, мы, собственно, и построим наш семинар. И первый вопрос, который звучит от моих слушателей, это когда сотрудники приходят и им дается задание выполнить бизнес-анализ. То есть о чем идет речь. Итак, бизнес-анализ. Бизнес-анализ, а вопрос скорее звучит так. У нас есть таблицы, у нас есть источники данных, и нам необходимо на основе многих источников выполнить консолидацию с получением, да, с выполнением анализа данных. Да, да, более знакомое. Консолидация, слово консолидация звучит тогда, когда у нас много источников, и мы здесь видим источников. Когда мы говорим об анализе, и скорее всего, бизнес-анализ с точки зрения пользователя, это ответы на вопросы, вопросы сравнения данных. Вот как сейчас здесь. Вопросы, я бы сказала, в различных срезах наших данных, да, то есть население там старше 35 лет, по какому году, сравнить с какими периодами и так далее. То есть вот на эти вопросы нам бы хотелось бы сразу получить данные результаты, потому что не по интуиции, а именно на этих данных основано наше, мы можем принимать обоснованные решения. То есть это доказательство для принятия решений нашему руководству. Но с точки зрения программного обеспечения, бизнес-анализ, это скорее выбор тех средств, которыми мы будем пользоваться. В рамках наших обычных тренингов мы говорим, что pivot table или сводная таблица, это наилучшее средство для получения любых итоговых значений. На более общем уровне мы говорим о том, что ко мне после окончания нашего тренинга по курсу Excel Expert меня спрашивают, мы получили общую информацию, она все-таки для решения наших задач, в какой программе специализироваться. Потому что изначально мы всегда знали, что Excel не умеет работать со многими таблицами. Поэтому когда мы говорим о консолидации, то сразу же нам советовали обращаться к программе Access, которая предполагает работать со многими таблицами. Мы работаем с запросами, мы выбираем, и по сути мы и получаем те данные, которые нам нужны с запросами. Итак, нам предлагают работать Access. Но Access по сути мы извлекаем данные, а все-таки если нам надо получить любые итоговые срезы, то может быть Excel не умея работать со многими таблицами, предлагает нам воспользоваться интерфейсом для программирования Visual Basic. То есть нам советуют уже пойти на программирование с изучением VBA. И с появлением новых надстроек, я бы сказала, подождите, изучать Access, изучать программирование. Мы остаемся в программе Excel и будем решать наши задачи как раз с новыми надстройками. Итак, прежде всего обращаю ваше внимание, основные надстройки это PowerPivot, PowerQuay, PowerView. Надстройка, появились и другие надстройки, но мы пока их не рассматриваем и не используем. Это PowerMap, это Inquire. Как-то я рассказывала о них в других семинарах. Но именно для анализа, именно эти надстройки мы с вами будем использовать. Хотелось бы отметить, что не Microsoft является разработчиком этих инструментов. Эти возможности возникли в виде отдельного приложения, как Power Business Analytica Desktop. Поэтому изначально профессиональные аналитики обращались именно к этой программе и, собственно, работали этими настройками уже вне офисного пакета Microsoft. И мы с радостью в последних версиях обнаруживаем, что эти возможности уже встроены и в Excel в знакомый интерфейс, в нам понятный. И мы как бы продолжаем уже работать, изучая новые возможности. Поэтому, имея это в виду, мы говорим о том, что остаемся в Excel. Вот на этом этапе нам не нужны другие приложения, другие программы. Я продолжаю. Итак, мы с вами будем использовать Excel, но уже с новыми надстройками. И один из моих семинаров был посвящен вычисляемому полю. И в презентации, которая у вас есть, вот этот слайд также присутствует. Также присутствует. Если вы не знаете, что такое вычисляемое поле, а речь идет о вычисляемом поле сводной таблицы, то вот эта галочка – это ссылка на запись. Мы говорим о том, что, конечно же, наилучшее средство анализа – это сводная таблица. Результатом нашего отчета, нашей работы – это также является, скажем так, особая сводная таблица, то есть в основе которой лежат, собственно, наши знания по сводной таблице. И вот сейчас я показываю, что мы рассматриваем базу данных как хранилище данных. Мы не выполняем никаких действий непосредственно в самой базе данных, а любые наши действия выполняются непосредственно уже в отчетах. И НДС, который здесь посчитан, он не присутствует в таблице, мы организовали вычисляемое поле. Вот сейчас я могу кликнуть, или вы просто поверите мне, или чуть позже сделайте. Можно кликнуть по этой ссылочке. Через какое-то время, да, у нас подгрузится Google, вот, и откроется эта прямая ссылка на страничку специалиста, где вы, собственно, и увидите запись по семинару о вычисляемых полях. И слушатели задают следующий вопрос, который мы уже более подробно посмотрим. Если вы на основе таблицы выполняете разные отчеты, ну, то есть мы выполняем в любом срезе отчет, в срезе наименований, в срезе менеджеров, в срезе городов, и вот в каждом из этих отчетов мы должны вычислить НДС. То есть возникает вопрос, как это делать не в каждой сводной таблице, да, а вот хотелось бы как бы автоматизировать этот процесс, чтобы у нас вот это поле уже как-то оно было заранее подготовлено, и мы в отчете его назначали. И вот для этого, для того, чтобы мы заранее смогли подготовить вычисляемое поле для многочисленных отчетов, мы с вами данные сначала загружаем в модель данных, и потом уже выгружаем в наш Excel в виде сводной таблицы с готовыми вычисляемыми полями. Итак, мы загружаем наши данные в модель данных. И модель данных – это элемент нашей надстройки PowerPill. Модель данных называют по-разному на английском языке, на русском языке, но по сути, по сути, это суть надстройки PowerPill. То есть, по сути, мы создаем эту модель, на основе которой, собственно, и получаем все наши отчеты. Итак, пожалуйста, сейчас мы с вами перебемся, чтобы выполнить вот эту работу уже непосредственно в нашем Excel. Во-первых, мы должны найти программу PowerPill, ну и, собственно, мы это выполним. Итак, и сейчас мы с вами обращаемся непосредственно в программу Excel. И, во-первых, сразу важно понять, какая у нас версия, какой у нас офис. Поэтому, начиная с 13-й версии, мы с вами видим по команде File, у нас с вами присутствует раздел «Учетная запись». Вот если вы нажали File, и, собственно, такого раздела «Учетная запись» нет, поэтому сразу можно сказать, что это 10-й офис. Итак, мы назначаем учетную запись, и у нас написано, что у нас 16-я версия, и важно, что это профессиональный. То есть у меня 16-й офис, у вас, может быть, 13-й офис. Я предполагаю, что, записываясь на этот семинар, ну, может быть, вы все-таки узнали, как установить эти надстройки, поэтому я предполагаю, что вы их активировали, или я предполагаю, что вы продолжаете со мной проходить наши семинары, потому что первый семинар как раз и был посвящен, как активировать эти надстройки. Речь идет, прежде всего, о 10-й версии. А мы сейчас предполагаем, что у нас 13-я, 16-я версия не меньше, поэтому, нажимая Escape, мы выходим из этого окошечка, и у меня уже настроена, активирована настройка, и я вижу PowerPivot. Неважно, какая у вас версия, сразу вы не увидите эту настройку. Поэтому хочу повторить, как она назначается. На вкладке «Разработчик» мы с вами находим надстройки «Ком». И в классе, скорее всего, у нас стоит флажок «Microsoft Office PowerPivot for Excel». Да, поставили. Вот здесь, посмотрите, написано для 2013-й. То есть у нас получается симбиоз версии. Ну, есть такой момент. Из-за этого момента иногда случается, что вдруг эта вкладочка неожиданным образом сама исчезает, сворачивается. Поэтому, сталкивались. Поэтому что надо сделать? Надо зайти сюда, снять флажок PowerPivot, то есть как бы отказаться, закрыть Excel, то есть полностью весь Excel закрыть, потом опять его открыть, и потом опять его активировать. Итак, значит, у нас стоит флажок «Или мы поставили», и после этого должна появиться вкладочка «PowerPivot». С другой стороны, у кого 16-й офис, у кого 16-й офис, у тех появилась кнопка, то есть эти настройки уже полностью встроены, на вкладке данной появилась кнопочка зеленого цвета «Вернуться окном в PowerPivot» или как бы развернуть интерфейс этой настройки. Итак, пожалуйста, мы сейчас делаем следующее. Пока кнопочкой не пользуемся, потому что не у всех она есть, а мы с вами переходим на PowerPivot. И для того, чтобы выполнить нашу задачу, нам нужно эту таблицу добавить в модель данных. И тем самым мы и помещаем наши данные в PowerPivot. Но помещать в модель данных мы можем различными способами. Первый способ. Первый способ. Мы можем создавать сводную таблицу, и может быть кто-нибудь замечал, при создании сводной таблицы у нас появилась новая надстройка внизу. «Добавить в модель данных». Сейчас я не делаю акцент на обычной работе. Поэтому вы сами, может быть, посмотрите, что появилось, и при создании обычной таблицы мы можем закинуть нашу табличку в PowerPivot в модель данных. А мы с вами воспользуемся следующим способом. У нас есть таблица, только пока не назначайте. И мы с вами назначим команду «Добавить текущую таблицу в модель данных». Но может быть, может получиться не так хорошо, как мы ожидали, потому что первое, что надо запомнить, все эти надстройки работают с данными в режиме таблицы. Поэтому если вдруг что-то не так вы видите, то вернитесь, и мы назначаем режим таблицы. Мы делаем это вместе. Итак, пожалуйста, показываем и назначаем вставка. Таблица. Автоматически очерчивается диапазон. Таблица с заголовками. Мы нажимаем «Ок». Вроде бы ничего не произошло. Мы определяем, что это режим таблицы по вкладочке «Работа с таблицами конструктор». То есть это режим таблицы. Фильтр можно оставить, можно нет. Это не важно. И мы возвращаемся на PowerPivot. И переносим нашу таблицу в модель данных. Нажимаем команду «Добавить в модель данных». Итак, знакомый интерфейс. Ленточный интерфейс. Ленточный интерфейс. Перед нами таблица. Вот сейчас она несколько крупно у меня выглядит. Несколько крупно выглядит. Может быть, у вас меньше разрешения. Но сразу смотрим на строку «Состояние» внизу. То есть мы с вами видим, что у нас более 1300 строк. Видим каждый столбец. Далее. Перед нами открылся интерфейс новой настройки PowerPivot. И с вкладками. Вкладка «Главная», «Конструктор», «Дополнительно связанная таблица» и так далее. Вернитесь, пожалуйста, на вкладку «Главная». И сейчас мы с вами непосредственно закинули таблицу в модель данных. А на самом деле можно было бы сначала зайти в этот интерфейс и уже обращаться к различным многочисленным источникам данных, подгружая много таблиц и выполняя консолидацию данных. Сейчас мы этого делать не будем. Вообще, те тренинги, которые у нас есть в записи, или первое, с чего начинается наш семинар по Excel в шестой части, это как раз мы и смотрим, как обращаться к различным спаликам и помещать наши таблички в этот интерфейс. А нас интересует создание вычисляемого поля непосредственно здесь. Мы перемещаемся по табличке, по столбцам. Ну и, собственно, уже вот здесь мы видим модель. Вот это, собственно, и является моделью. И мы в этой модели создаем вычисляемое поле. Выделяем ячейку. Как обычно, начинаем писать формулу. Равно. Только в строке формул мы видим отображение формулы. И далее показываем ячейку. У нас в столбце суммы находятся числа. Итак, кликаем по ячейке. И обратите внимание, что сейчас наша формула вводится на языке DAX. Очень похожее на... В основе лежит наше знание по созданию функции Excel. Да? Но, во-первых, с некоторыми отличиями, а во-вторых, с большими возможностями. Поэтому сейчас мы делаем на основе наших обычных знаний. Мы смотрим, как это все выглядит, как получается. И потихонечку будем усложнять наши действия. Итак, столбец сумма. Далее НДС умножить. И вот здесь обратите внимание. Если мы всегда говорили о том, что для нас неважно в Excel, то ли мы вводим... Сейчас, секундочку. То ли мы вводим 18%, то ли мы вводим 0,18, то 18% вводить нельзя. Ну, давайте я это сделаю. То есть я это сделаю, он кричит. У вас ошибка, у вас неправильный синтоксис. Да. То есть изначально Excel переводит 18% в десятичные. Поэтому вот здесь вот требуется непосредственно вводить и десятичные. И после этого мы нажимаем... И вот так, 0,18. Ну, мы сейчас не будем проверять правильность. Мы верим, да, в то, что у нас правильное вычисление. Мы организовали вычисляемый столбец. Ну, наверное, надо его переименовать. Правой кнопочкой мышки. И переименовать столбец. И мы назовем его НДС. И дальше как бы предлагается... Предлагается дальше добавлять, писать более сложные... Ну, может быть, мы более сложный пример тоже так же и рассмотрим. Вот. И можно сказать, что мы с вами организовали модель данных. Вот, собственно, это и есть. И дальше мы выгружаем эти данные уже в Excel, но в виде сводной таблицы. Итак, пожалуйста, мы с вами назначаем сводная таблица. На новый лист? Окей. Создавая сводную таблицу... Создавая... Назначая режим таблицы, мы согласились с именем по умолчанию. Давайте посмотрим, давайте уточним. То есть мы согласились на том, что у нас будет называться таблица 1. Ну, может быть, чуть позже в других табличках мы переименуем. Но сейчас это то имя, которое мы оставили. То имя, которое назначается по умолчанию. И разворачивая... И разворачивая поля сводной таблицы, мы с вами видим, что вот НДС, который мы организовали. Итак, пожалуйста, мы хотим наименование со стоимостью, то есть сумма. То есть сейчас мы уже проверяем. И НДС. Да, пожалуйста. То есть дальше вот как мы форматируем, как мы обычно работаем со сводными таблицами, вот, пожалуйста, мы это будем делать. Хорошо. Вот наш первый, например, отчет. Далее. Хотим мы получить новый отчет. Обратите внимание, что в настройке PowerPivot эти интерфейсы присутствуют параллельно. Это означает, чтобы вернуться в PowerPivot, мы можем с вами внизу в строке задач найти значок PowerPivot, кликнуть его и опять вернуться. Внизу значочек такой зелененький PowerPivot. То есть у нас, собственно, запущены оба сейчас интерфейса. У меня два экрана, поэтому значок я вижу на втором экране. Итак, нужен вам новый отчет. Значит, мы обращаемся опять к модели данных, мы назначаем сводная таблица. Может быть, на существующий лист. Вы удаляете ту ссылочку, которая здесь присутствует. И вот... Так. Вот здесь есть не то, что ошибка, а есть следующий момент. PowerPivot. И в 16-й версии он неисправлен. У нас перестают работать вот эти полоса прокрутки. Ну, наверное, как ошибка. И в 16-й версии она присутствует. Поэтому... Поэтому... А вот проблематично... Да. Проблематично. Что мы сделаем? Тогда, может быть, мы бы заранее перешли бы на новый... Да? Мы перешли бы на новую ячейку, потому что не работают. Давайте, может быть, так сделаем. Ну, на новый лист не хочется на самом деле. Ну, хорошо, пусть на новый лист. Может быть, мы вспомним общее правило каждый отчет на новом листе. Каждая табличка на новом листе. И нажимаем ОК. И вот, пожалуйста, таблица. И вот, пожалуйста, таблица и наименование. И, может быть, по менеджеру. Только давайте скажем так. Наименование нам не нужно. Нам нужны менеджеры. Нам нужна сумма. И нам нужны НДС. Скажите, пожалуйста, у нас получается многократное использование вычисляемого поля. Не для каждого отчета. Ну, вот кто, мои слушатели, с кем мы еще не изучали сводные таблицы, мы с вами будем это делать локально, для каждой таблички отдельно. А вот сейчас, да, а вот сейчас мы в модели данных создали вычисляемое поле, и затем различные отчеты, различные выгрузки мы делаем. Так, хорошо. Значит, если у нас вот не сработала возможность перейти на новую учебную, значит, может быть, заранее мы показываем новое место, новую ячейку, опять возвращаемся, опять возвращаемся к модели данных, и опять делаем новую выгрузку. Сводная таблица, и уже на существующий лист, и мы показали. Ну, приходится как-то приспосабливаться. Поэтому мы показали, у нас вроде соответствует, или мы могли бы уже отметить, а сейчас будет перемещаться. Не перемещается, не назначается. Ух ты! А она даже... У нас перемещается. Да. А, вы знаете, что здесь какой момент? Тот момент, от которого я отвыкла. Мы говорили о том, что в третьей версии надо было обязательно сворачивать окно для того, чтобы показать диапазон. Да? Это настолько уже непривычно, вот, что... Вот, что как-то забываешь об этом. Вот. А на самом деле надо просто свернуть, и тогда уже, вот, пожалуйста, ячейки, и вот, пожалуйста, у вас полоса прокрутки начинает работать. То есть мы это смотрим с точки зрения тех проблем, которые возникают у пользователей. Итак, решение наших проблем это свернуть окно, показать новую ячейку и добавить, и окей. И также разворачиваем таблицу, ну, и пусть у нас уже будут не менеджеры, пусть у нас будут, например, города, и также сумма, и также НДС, и мы наш вопрос выполнили. Я хочу напомнить, что сейчас нам важно сориентироваться, какого плана задач мы решаем этими настройками, для чего они нужны. Потому что наш тренинг как раз подробно и рассматривает интерфейс, извлечение из многих источников, да, описание каждой кнопочки, то есть это все отрабатывается на нашем тренинге. Итак, первая задача выполнена. И я сейчас возвращаюсь, я возвращаюсь к презентации. Вы можете сохранить, вы можете сохранить, мы закрываем, закрываем, допустим, мы все сохраняем, сохранить все, и модель данных в том числе. Вот, и я возвращаюсь к презентации. Итак, пожалуйста, мы говорим о модели данных. Далее, какого рода еще проблемы у нас возникают? Когда мы говорим о консолидации данных, о многочисленных источниках, то непосредственно на лист экселя все наши записи не помещаются. Раньше было 65 тысяч строк, теперь более миллиона, но этого все равно недостаточно. И в модель данных мы можем загружать более до 100 миллионов записей. До 100 миллионов. Да? И соответственно, уже далее, помещая в модель данных, мы можем непосредственно выгружать в виде сводной таблицы Pivot Table, получая итоговые данные, которые, ну, явно будут занимать пространство не более миллиона строк. Да? Получая любой итоговый сейс. Итак. Это уже соизмеримо с аксессией и вообще с настоящими с выгрузками, с выгрузками. То, что вы пропустили, и то, что задавали вопрос. Когда мы раньше говорили о консолидациях о многих источниках, то прежде всего речь шла о программе Аксесс. Потому что мы решали проблемы больших объемов, да? И мы решали проблему разных таблиц, многих таблиц. Вот. И с появлением вот этих настроек можно сказать, что мы можем теперь уже отказаться от изучения. Вот если мы работаем в Аксесс, мы продолжаем работать. Но когда мы стоим сейчас перед выбором, а в чем специализироваться, то мы бы Аксесс отложили бы, да, и продолжаем работать в Акселе. Но с помощью вот этих настройок. Итак, большие объемы. Далее. Мы с вами уже постоянно подчеркиваем, и вот сейчас мы на слайде еще раз видим, что встает вопрос многих источников. Значит, мы с вами, мы можем обращаться к различного типа файла, к SQL-серверу, к различным базам данных, да, то есть к любым источникам, к любым источникам, из которых мы можем брать данные. И куда мы помещаем такие разнородные источники? В модель данных. Далее. Далее хотелось бы опять, я опять просто запускаю Excel, просто запускаю Excel, потому что сразу же в 16-й версии мы с вами видим, 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 что надстройка по pivot query, сейчас у нас, скажем так, другая надстройка у нас с вами представлена уже сразу команда непосредственно в интерфейсе. И когда мы говорим об обращении, то можно обращаться и в PowerPilot, можно обращаться и в настройки PowerQuery. Вот я прямо сразу хочу показать. Вот нам предлагается, хотите из другого книги Excel, хотите из текста, хотите из папки, хотите из различных баз данных, откуда хотите. Так? Обращаясь к различным источникам, мы сохраняем эту связь. Если связь сохраняется, мы говорим о том, что мы делаем запросы, а это означает, что мы можем и как бы на уровне обращений объединять наши запросы. То есть новый эволюционный подход это работа со многими источниками. Далее. Возвращаюсь к презентации. 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 Следующий вопрос. Вы смотрите презентацию. А, единичка. Единичка, да. Это означает, что вы не являетесь нашим слушателем, да? Являемся. Да, являемся. Все, 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 хорошо. Итак, значит, вот сейчас мы с вами, с вами особое внимание уделим вопросу многим источникам, а в нашем случае, как пользователь Excel, многим таблицам. И более подробно скажем, о каких многих таблицах идет речь. Итак, если у вас, например, есть табличка первый квартал, второй квартал, третий квартал, то мы можем с вами объединять наши таблицы двояко. Мы можем с вами просто подставить эти кусочки друг под друга, собирая эти таблички в одну большую таблицу хранилища. Это одна задача. А другая задача обращение ко многим источникам для консолидации данных, для получения итоговых значений. Ну, например, первый квартал, второй квартал, третий, четвертый, и мы хотим получить итоговые значения. То есть мы говорим о том, что у нас работа со многими таблицами. Или давайте вспомним о том, что когда мы назначаем функцию ВПР, это тоже работа со многими таблицами. То есть по сути мы обращаемся к двум таблицам, и как мы работаем? Назначая функцию, мы фактически организовываем связь со второй табличкой, из которой извлекаются значения. И когда в модель данных помещается много таблиц, то мы можем с вами развернуть эти таблицы в виде, и вот такой вид называется диаграммы таблиц, представление в виде диаграмм. То есть кто работает в аксессе, сразу скажет, что это вид аксесса, таблица аксесса. И новый эволюционный подход заключается в том, что мы с вами сами можем показать связь в этих таблицах. То есть вот на этой презентации подчеркнуто из многих таблиц, и мы сами создаем эти связи. И вот сейчас мы видим, что это могут быть различные многие таблицы, и мы с вами можем получать в модели данных много таблиц, с многими связями. И на наших занятиях мы с вами обсуждаем, собственно, какие связи. Связи тоже могут быть разными. То есть какие можно назначать, какие нельзя назначать. Вот. То есть мы с вами это смотрим. А сейчас, пожалуйста, чтобы как-то немножко посмотреть, закрепить этот момент, давайте мы посмотрим задача, ну, может быть, аналог ВПР. Сейчас мы посмотрим. Непосредственно мы не будем смотреть с вами извлечение данных, может быть, аналог ВПР как таковой, потому что это простая задачка, она как бы везде рассматривается, а мы чуть более сложную задачу сделаем. Итак, нас интересует работа с двумя табличками. У нас есть таблица, и давайте посмотрим на вкладке конструктор, можно поменять название, ну, здесь мы дали название заказа, может быть, вы, вот прям поставить можно сюда курсор и дать свое название. Далее, у нас есть вторая табличка, и мы ее назвали просто прайс, пока эти таблицы присутствуют непосредственно в программе Excel. Хотим мы с ними работать, со многими таблицами, и я сейчас предлагаю повторить наши действия исключительно только для того, чтобы закрепить. На самом деле, чисто теоретически пока скажу, что мы с вами можем сначала открыть PowerPivot, и потом уже, и сразу, и потом уже сразу загрузить все таблички. Более того, мы можем сразу загрузить таблички из всех файлов, которые находятся в одной папочке. Ну, то есть, мы можем работать с большими объемами. Итак, а сейчас мы с вами первую нашу табличку, первую нашу табличку, добавляем в модель данных, и это не просто листы. Внизу мы видим, это не просто лист заказа. Лист Excel означает, что на этом листе мы можем и вторую табличку подгрузить и так далее. Это название таблицы. Один лист, одна таблица. вторую таблицу мы здесь не располагаем. На самом деле это правильный подход. Это то, к чему мы пытаемся наших слушателей как-то как-то направить, да, как-то направить, сделать привычкой. Одна таблица на одном листе. Итак, значит, мы с вами это выполнили. Первая табличка у нас появилась. Я сворачиваю интерфейс и мы переходим на вторую табличку и также отправляем добавить в модель данных. Итак, видим две таблицы на двух листах. Пока они не связаны между собой. Это означает, что сразу вместе мы не можем опираться на данные в этих таблицах. далее. Посмотрите, пожалуйста, на интерфейс на вкладке «Главное» в группе просмотров. Мы с вами видим представление данных в виде таблиц и кнопочка представления данных в виде диаграмм. Представление диаграмм. Вот то, о чем мы говорили. Вот одна табличка, вот другая таблица. Я напоминаю ВПР, потому что когда мы изучаем функцию, мы говорим, что у нас обязательно должны быть ключевые поля, по которым мы связываем таблицы. Я напомню своим слушателям яблоки в одной таблице наименования мы задаем. Это означает, что наименование яблоки мы должны увидеть в другой таблице, по которой будет определяться цена извлекации. То есть мы знаем ключевое поле. Не обязательно, чтобы эти поля одинаково назывались. И вот прямо здесь сейчас мы берем наше наименование, ну как бы берем это поле, вот прямо непосредственно берем и тянем связь и переносим наименование во второй табличке. И эта связь физически у нас появилась. Получилось? Да. Но это ж так приятно. Да, да, да. И так мы организовали связь. Мы легко перемещаемся в табличный вид представления диаграммы. Вот сейчас уже собственно можно выгрузить эти данные в виде сводную таблицу. Мы увидим наши таблички в окне с полями. вот но сейчас я хочу продолжить развитие тех действий, которые мы выполняли с вычисляемым полем. Итак, пожалуйста, мы переходим в табличный вид. Табличный вид. И вы перешли, а сейчас мы что сделаем? мы с вами в нашу таблицу заказы добавим вычисляемое поле стоимость, которое будет вычислять объем умноженный на цену. То есть наши значения будут из разных таблиц. Итак, сначала делаем связь, иначе программа будет говорить, а мы не понимаем, что это за таблица. И потом возвращаемся в табличный вид и добавляем вычисляемое поле. Итак, выделяем ячейку. Ой, только подождите, одну минуточку. Мы вернемся на заказы. Мы находимся в заказах. Ну, на самом деле это не важно. Сейчас в любом месте мы могли бы это делать. Ну, как бы по порядку. Равно. Равно. И чтобы обратиться к значениям связанной таблицы, сейчас я вам просто говорю команду или функцию. Ну, а в общем-то мы на занятиях это изучаем и знакомимся с этими командами. На английском языке, давайте посмотрим, на английский язык переходим и буковку R, буковка вот, буковка E, а может быть следующая буковка и нам нужна команда related, как бы связанная. Итак, это команда языка DAX, которую мы углубленно изучаем уже в продолжении нашего курса Excel 6-я часть, но и на тренинге Excel 6-й части также мы подробно рассматриваем основные команды. Итак, мы назначаем Related и программа видит связанную табличку и нас спрашивает, а из таблицы Price, что вы хотите, к какому столбцу обратиться? Мы хотим обратиться к столбце Цена. Итак, столбец Цена мы назначаем. Итак, это означает связанная таблица и каждое значение столбца Цена умножается и мы показываем на каждый элемент нашего столбца объема и нажимаем Enter. Что? У вас получилось? Нет? Аналогично. Аналогично. Так, давайте посмотрим. Можно проверить данный скобок и а потом уже нажимаем. Ссылку и да, да, да. Так, а я же скобочку не поставила, конечно же. Я не поставила скобочку, потому что мы должны завершить извлечение, конечно, мы должны извлечить завершение и потом Enter и у нас все получится. и мне показалось, что я ее назначила, да, но я не проконтролировала. И у нас все получилось. Итак, мы с вами продолжаем знакомиться с языком DAX, ну, в таком простом исполнении. И вот сейчас, сейчас, опять же, мы работаем в модели данных и нас интересует выгрузка и опираясь на эту таблицу, мы говорим, мы извлекаем эти данные уже непосредственно как отчет Excel. Итак, пожалуйста, сводная таблица. На новый лист, пусть будет на новый лист и окей. Значит, у нас выгружаются таблицы модели данных. Модель данных, она присутствует в пределах файла, то есть все таблички, которые мы загружаем, то есть это означает, что есть у нас разные задачи на разных листах, мы создаем, мы закидываем много таблиц, вот мы, может быть, по каждой задаче, мы создаем как бы свою табличку, мы туда закидываем, это означает, что модель данных одна, и мы все вот эти таблички будем с вами видеть. Другое дело, что сейчас мы будем использовать только ту таблицу, которая нам нужна. Итак, мы берем наименование, мы берем с вами объемы, ну, и мы не дали название, значит, у нас по умолчанию называется вычисляемый столбец, значит, вот, пожалуйста, это уже стоимость, это объем, умноженный на цену, и мы с вами получили консолидацию, то есть, итоговое значение стоимости по каждому наименованию. файлики остаются с вами, вы легко все это можете проверить, то есть, вы с помощью ВПР можете подтянуть, вы можете получить итоговое значение, обычным образом получить сводную табличку и проверить эти данные. Итак, скажите, пожалуйста, мы посмотрели, как организовывать связи, да, то есть, вот так мы можем работать со многими таблицами. И мы возвращаемся с вами сохраняем. И мы с вами возвращаемся опять в презентацию. И когда мы загружаем наши данные, когда мы работаем, загружаем наши таблицы в модель данных, то это должны быть правильно подготовленные таблицы. Не должно быть пустых столбцов, пустых строк, не должно быть объединенных ячеек, должны быть правильно определены типы данных. Ну, форматы тоже самое, потому что есть у нас число в текстовом формате, это означает, что никаких вычислений мы с вами выполнять не можем. Итак, все замечательно, если они правильно подготовлены. Но я бы сказала, что такого не бывает. Согласны? Поэтому для нормализации данных мы с вами воспользуемся настройкой Power Query. То есть мы не сразу загружаем наши данные в модель данных Power Query, а мы с вами сначала помещаем настройку Power Query, мы с вами выполняем нормализацию или приводим к правильному виду, а затем уже выгружаем в модель данных. То есть вот здесь как раз мы отмечаем, когда мы используем настройку Power Query, и собственно в каких случаях нам нужна Power Query. И обратите внимание, модель данных создается в Power Query. То есть по сути Power Query нам нужна для нормализации, для исправления наших данных. Вот это основная суть. Итак, но, но, не всегда, не всегда исправляя кривизну наших исходных таблиц, мы хотим итоговым результатом получить сводную таблицу. ну то есть или не всегда собственно мы хотим с вами дальше продолжать уже работать с настройкой. Например, мы хотим с вами просто склеить эти кусочки вместе. То есть из нескольких кусочков создать одну большую таблицу для обычной работы. То есть лишнего не надо делать. Нам не нужна модель данных, если надо просто нормировать наши данные. Вот. Поэтому из PowerBuckWay мы сразу можем выгрузить наши данные непосредственно в Excel в виде таблицы. И на основе этой таблицы уже создавать обычную сводную табличку. То есть это тоже. То есть вот на этом этапе вы определяете ваше алгоритм решения. Так, хорошо. и мы с вами и мы с вами мы с вами вот сейчас столкнемся с тем, что в 13-й версии мы точно так же активируем эту настройку как PowerPivot. И мы видим в 13-й версии эту настройку в виде дополнительной вкладки меню. и те команды которые нужны необходимы для этой задачи это как раз слияние и добавить. Ну и собственно открывается возможность непосредственно объединения наших таблиц. А если у нас 16-я версия то мы сейчас посмотрим как это все выполняется и где это находится именно в 16-й версии только мы рассмотрим это напрямую другой задачи мы рассмотрим напрямую другую задачу потому что как-то на одном из семинаров прямо эту задачу я и разбирала поэтому если слушатели знают им будет неинтересно итак а мы с вами посмотрим вот такой момент на тренинге по Excel-эксперту мы сталкиваемся с необходимостью например разбивки данных по столбцам вот как сейчас здесь у нас с вами есть Иванов Иван Иванович и нам у нас есть мастер текстов который позволяет разбивать эти данные по столбцам по разделителю ну например по пробелу и обычные наши средства разбивают по всем пробелам мы не можем сказать по первому пробелу по последнему пробелу вот допустим нам нужно с вами отделить только фамилию все остальное нам не нужно или представьте что у нас с вами в одной в одной ячейке адрес на первом месте у нас стоит город и потом много-много всего и нам вот именно город надо отделить а потом уже не имеет значения и когда мы с вами работаем обычным образом мастером то мы сталкиваемся с тем что надо заранее готовить новые столбцы вот это тоже проблематично а мы сейчас с вами рассмотрим эту задачу но с использованием уже Power Query и так пожалуйста у нас есть файлик разбить по столбцам и так разбить по столбцам первое обязательно надо назначить режим таблицы если вы не назначите то программа сейчас будет кричать она не находит запрос или она будет вспоминать какой-то старый предыдущий запрос который скажет что она его не видит поэтому ставка таблицы и так в 16 версии мы с вами переходим на вкладку данные если у вас 13 версия про 10 я вообще не вспоминаю если вы установили в 10 то 10 и 13 одинаково выглядит в 10 ну как бы проблема с установкой все надо доустанавливать и только в профессиональный офис хорошо и так в 16 версии слушатели уже более опытные задают вопрос а где где это находится а здесь нет названия power query потому что все эти команды уже встроены и они находятся в группе скачать и преобразовать вот эта команда и есть power query и так мы показываем таблицу и мы не обращаемся к каким-то внешним источникам могли бы могли бы легко могли бы может быть дальше на следующих семинарах более сложных задач мы будем так делать а сейчас мы опираемся на текущую таблицу и находим кнопочка находим кнопочку из таблицы вы видели что когда мы добавляли надстройки то у нас они были подписаны как версии 2013 это значит все это дома сейчас прямо сейчас да в планом режиме ну видимо это все да вот мы здесь привязаны к эксплуору более современной версии так ну первое во первых совместимости но здесь это не критично просто закрываем нас программа предупредила да ну вы посмотрите все как бы будет понятно сказать у всех уже стало все все подгрузили у всех стало недоступно да вот и и перед непосредственно занятием конечно перед тренингом у нас полностью обновляется программное обеспечение класса то есть под тренинг конечно вот специальным образом готовят да ну значит если вы переустановили значит вы остаетесь ну а это не мешает нам посмотреть чтобы принцип понять хорошо вот итак давайте посмотрим во первых мы перешли с вами в настройку опять же понятный интерфейс ленточный интерфейс мы находимся на вкладке главное мы с вами будем 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 обращаться еще в кладочке преобразования добавить столбец просмотр и так далее итак значит мы с вами мы с вами мы с вами увидели по сути нашу табличку значит первое что нужно сделать мы выделяем столбец с которым будем работать и на вкладке главное находим команду разделить столбец открываем и как раньше мы определяли по количеству символов или фиксированная ширина да или по разделителю мы назначаем по разделителю и в отличие от того что у нас было раньше у нас есть в позиции левого ну то есть крайне первого символа позицию последнего значения или по каждому вхождению значит только остается нам уточнить что у нас не запятая а у нас с вами будет будет пробел и обратите внимание что у нас есть возможность назначить пользовательские да пользовательские знаки то есть как обычно у нас абсолютная свобода в этих значках и в позиции левого разделителя и мы с вами нажимаем окей и обратите внимание что у нас автоматически создается новый столбец и вот у нас произошла разбивка то есть если мы говорим о том что у нас проблема с исходными данными то теперь мы говорим что практически проблем нет потому что да по окей предназначен для того чтобы решать эти проблемы и далее вот сейчас мы с вами скажем что мы не будем помещать эту табличку в модель данных мы с моделью уже немножко проработали а мы с вами имеем возможность выбрать посмотрите пожалуйста закрыть и загрузить закрыть и загрузить вы и у нас спрашивает выбор модель данных и таблицы и так далее а можно сразу сказать закрыть и загрузить это означает что мы сразу и закрываем закрываем и загружаем и загружаем у нас создается новый лист у нас создается новый лист с результатом вот она табличка с которой мы дальше с которой мы дальше можем с вами работать и вот разбивка по столбцам вот пожалуйста вы работайте если сейчас вы говорите конечно все это хорошо все это замечательно но часто мы сталкиваемся с тем что мы преобразовываем а потом данные исходные меняются и нам приходится все заново делать вручную а на самом деле здесь связаны связано все поэтому если вы если вы что-то меняете например удаляете то в этой табличке после назначения обновления в любом виде и так обновить обновить то вот пожалуйста у нас по связи обновляются наши данные получилось а мы же смотрим да да мы же смотрим только хорошо но мы это увидели мы это увидели хорошо итак эта задача выполнена я сейчас не пытаюсь посмотреть объяснить как посмотреть да что как да как вернуться к запросам как редактировать как закрыть как восстановить то есть описание вот этих кнопочек это мы все смотрим на тренинге ну или может быть мы с вами постепенно по шагам да будем это смотреть и на дальнейших семинарах а сейчас я закрываю закрываю и мы возвращаемся в презентацию сейчас мы посмотрим что у нас дальше а вот дальше задача которая также связана с проблемой исходных данных причем классическая проблема и в презентации вы видите но я открою файлик давайте мы с вами откроем файлик во всяком случае хотя бы мы увидим непосредственно задачу непосредственно проблему это задача бюджет дата бюджет и так и задача заключается в следующем проводя тренинг в одной из компаний ко мне подошла девушка которая анализирует количество звонков или количество запросов по каждому субъекту российской федерации по каждой дате или можно сказать что это еще тоже похоже был вопрос связанный с обращением на сайты то есть количество обращений и девушка спросила как подготовить отчет в котором бы на заданную дату мы бы с вами сразу отбирали данные с максимальными обращениями и нас интересуют три позиции с максимальными обращениями то есть мы можем сейчас это проверить у меня выставлено 6 января давайте посмотрим 6 января то есть условное форматирование подсвечивает что вот они три максимально там Вологодская область Владимирская Ингушетия и так далее то есть речь идет о том чтобы быстро назначая например другую дату мы также с вами получали результат вот например 3 января так же вот оно подсвечивается и так же мы видим Бурятия Ингушетия Вологодская область то есть девушка спросила да как создать сводную таблицу с таким отчетом а вот скажите пожалуйста глядя на эту таблицу в чем заключается проблема вот кто уже работает со сводными таблицами или кто еще не работает со сводными таблицами а в плане подготовки данных таблицы к анализу нет ну мы говорим о том что наша задача это бизнес анализ да то есть вот я согласна но вот сейчас мы говорим о том о настройке Power Quay которая исправляет наши исходные данные помогает нам превращать табличку правильно подготовлено вот здесь может быть так навскидочку скажете в чем неправильность этой таблицы а неправильность в том что мы с вами для того чтобы выбирать даты мы должны иметь даты в виде одного поля в виде одного столбца в исходной таблице сориентировались да то есть мы должны иметь поле а сейчас что происходит а в этой таблице у нас каждая дата это отдельный столбец поэтому вы уже можете взять эти фарлики вы попробуйте если вы непосредственно строите сводную таблицу на основе этой таблицы то вы получаете и сводную в таком же виде каждая дата в виде своего столбца то есть у нас с вами не получается и вот вопрос заключается в том а как можно быстро да это даже не то что транспонировать а преобразовать вот эти столбцы много столбцов в единый столбец и мы это делаем долго вручную или быстро с помощью нашей надстройки итак пожалуйста давайте мы это сделаем итак первое что мы делаем назначаем режим таблицы вставка мы назначаем режим таблицы у нас очерчивается таблица мы нажимаем ok на вкладки данные или на вкладке power query мы с вами находим кнопочку из таблицы ну и вы тоже да сейчас посмотрите ой ой а я наверное скажите у вас нулики или нуль а у вас никак изначально у нас не было нулей у нас были пустые ячейки давайте я сделаю так вы все равно смотрите поэтому я сделаю так я этот момент оставила для чего ну во первых если нам нужно быстро заполнить пустые ячейки нулями мы в принципе можем сделать это в таблице да но допустим я сделаю обратное действие я открою окно замены и я скажу вот весь этот нулик заменить не на чем заменить все это означает что я верну ту исходную ситуацию которая была а исходная ситуация заключается в том что сотрудники вводят числа естественно не заполняя другие ячейки вот первое можно в окне замены также открыть найти ничего и вот это ничего заменить нулем это быстрое заполнение нулем да что стал ой нет 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 конечно это неправильно нет это неправильно ну да ой ну как тоже делать ну давайте делаем так это неправильно но тогда просто по-другому надо сделать да надо да сделать по-другому спасибо что вы это отметили ну тогда мы опять так что вот простая замена нам часто не подходит но чтобы сейчас уже не отвлекаться на это значит как бы сделали по-другому но обычно мы нолики не удаляем да мы ничем не заменяем поэтому давайте я вот верну хотя очень правильно вы сделали что конечно вот это произошло то есть это один еще момент который мы постоянно отслеживаем итак мы не будем с вами заполнять нулями вот наша таблица если у нас режим таблицы значит я напоминаю что программа вид это как единую область это означает что может быть вот сейчас просто достаточно показать таблицу да она как бы пленочкой у нас покрыта режимом таблицы вот и в 16 версии данные и мы с вами назначаем из таблицы вот да вот у нас нули ну на самом деле я бы сейчас может быть там умножила бы специальные вставки на 100 и быстренько все восстановила бы ну ладно что есть итак нуль во первых во первых вот сейчас мы хотим быстро заменить нули ну не нули или пустые ячейки которые сейчас здесь обозначаются текстом слова нуль непосредственно число ноль цифры ноль итак можно самим набивать это слово можно выделить ячейку и внизу у нас отображается как бы значение то есть не в самой ячейке как мы привыкли а внизу мы можем выделить это значение и копировать потому что иногда мы видим не все то что находится в ячейках поэтому мы копируем и на вкладке преобразования на вкладке преобразования мы с вами можем увидеть замена значений итак вы видите нуль заменить на непосредственно нолик но сейчас я допускаю ошибку может быть я сознательно ее допускаю вот сейчас мы не показали столбцы с которыми работаем поэтому он видит только тот столбец который мы показали ячейкой именно поэтому это значение здесь отображается поэтому я делаю отмена и мы обязательно показываем столбцы то есть первый столбец если их много мы перемещаемся вот нажимая shift мы показываем последний столбец и после этого замена значений и в этом случае нам необходимо писать а что мы делаем значит мы вставляем нуль и заменить на нулик на цифру и нажимаем ок и вот у нас произошла замена далее в назначенных столбцах назначенных столбцах рекомендуется рекомендуется уточнять тип данных то есть сейчас я не сомневаюсь что это число и я дальше могла бы работать но но у нас могут возникнуть проблемы поэтому вот здесь же находится что что это целое число хотя это делать было вот прямо сейчас здесь не обязательно далее и для того чтобы преобразовать наши столбцы то есть чтобы наши даты они как бы свернулись они преобразовались в один столбец соответствующими значениями посмотрите пожалуйста кнопочка во первых выделены столбцы не забываем и кнопочка отменить нить свертывания столбцов вот то есть вот одной командой мы с вами выполнили это преобразование уже не ноль ну нулики потому что там много пустых было да есть четверочка троечка и так далее скажите пожалуйста увидели просто в один клик и так вот сейчас я подчеркиваю что мы эту эту надстройку можем использовать и просто для доработки данных в документе и потом мы говорим о том что может быть вот это вы выполнили а дальше вы не хотите работать с моделью данных у вас нет такой необходимости или на следующих семинарах мы собственно решим эту задачу уже до конца с помощью модели данных а сейчас пока может быть нам не хватает знаний мы с вами скажем сделали мы получили это быстро и выгружаем и выгружаем закрыть и загрузить и загружаем с вами непосредственно уже в таблицу X Дело в том что когда мы работаем с моделью данных мы выгружаем в виде в виде сводной таблицы но это не обычная таблица это таблица олоп куб со своей спецификой поэтому когда сейчас мы делаем выбор то ли нам просто выгрузить таблицу в Excel мы решаем то ли мы будем работать с обычной таблицей отчета то ли мы будем уже работать с таблицей со свойствами у олоп куба вот с олоп или олоп куб мы рассматриваем или делаем шаги в рассмотрении этого вопроса на тренинге X анализ визуализации в третьей части то есть мы рассматриваем эту специфику вот ну а сейчас чтобы решить уже нашу задачку мы выгрузили и ну я просто покажу я напомню вставка сводная таблица может быть даже здесь на существующей на существующей то есть мы показываем с вами ячейку для вставки вот они субъекты вот у нас значение так атрибут это у нас что а атрибут это как раз и есть есть дата как раз и есть дата и вот сейчас это дата в виде одного поля поэтому мы всегда можем с вами выбрать дату вот тоже шестое число например то есть вот мы выбрали мы выбрали далее если мы говорим о том что мы хотим оставить поля с максимальными значениями но нам нужно только три элемента из списка топ списка то мы обращаемся не к значениям ну то есть это уже обычная работа со сводными а мы обращаемся непосредственно к категориям да мы в область строк обращаемся и здесь назначается фильтр первые десять или мы выбираем тройку лидеров три наибольших смотрите три наибольших элементов списка по сумме значений и мы выбираем ок то есть мы с вами выбрали вы можете проверить это по табличке мы с вами выбрали просто небольшие значения то есть вот мы с вами выбрали ну то есть там добавляете все связано ну просто сами наши данные уже стали стали вот да совсем небольшими вот и так значит мы с вами рассмотрели наши задачки мы с вами определились самое главное когда мы будем использовать Power Query для чего да и когда собственно нам необходимо использовать Power Query но скажем так сегодня мы с вами сориентировались да в выборе наших решений но это это же не не курс изучения надстроек да это у нас семинар вот и семинар которые собственно отвечают на вопрос когда нам нужны эти надстройки и дальше продолжая презентацию дальше продолжая презентацию да я я хотела бы показать вам там же в этом файлике дата бюджет если нас слушают опытные уже пользователи Excel то мне очень нравится вот такая таблица бюджета которой да обратилась одна из моих слушательниц и да вот это вот эта задача на ближайшие на ближайшие месяцы может быть да пусть пусть эта задача будет как такая латмосовая бумажка наших знаний итак вот исходная таблица это это собственно бюджет это стандартная табличка бюджета это реальная стандартная стандартный бюджет транснефти и слушательница обратилась с просьбой помочь ей организовать сводную таблицу вот в таком виде чтобы средства у нас были в виде отдельного поля чтобы по каждому полю мы могли с вами подводить итоги чтобы у нас активы пассивы были вот как бы в отдельном столбце ну и дальше точно так же с помощью клея мы преобразовываем года в единое поле что позволяет нам получить уже элементы этого поля и делать в общем-то выборку то есть вот она исходная таблица очень сложная для дальнейшего анализа наша итоговая цель наша итоговая цель получить сводную табличку ну чтобы подсказать вам в каком направлении на основе наших знаний что мы можем сделать сейчас имея эту табличку мы можем прежде всего закинуть эту таблицу в Power Query да и выполнить свертывание таблиц то есть превратить вот эти таблички вот эти столбцы в единое поле и дальше уже выгрузить в эту таблицу в Excel ну и создать сводную таблицу и используя группировку мы с вами легко да уже получим вот такой вид сводной таблички то есть отчет мы с вами можем получить итак вот вам задание сложное для самостоятельного рассмотрения ну и может быть в дальнейшем мы с вами посмотрим эту задачку вот как сейчас я обозначила чуть-чуть преобразовали с помощью Query а затем сделали выгрузку ну а итоговая наша задача собственно уже воспользоваться надстройками чтобы сделать уже такие преобразования в Power Workway чтобы потом можно было сделать выгрузку в PowerPivot в модель данных и из модели данных легко получить вот такой отчет чтобы у нас получилась вот исходная табличка и отчет с помощью надстройок мы выполняем преобразование вот это наша итоговая цель стремитесь к этой цели после прохождения наших тренингов ну или когда-нибудь на одном из семинаров к этой задаче я вернусь и мы ее полностью выполним итак я закрываю этот файлик мы возвращаемся к презентации и и далее и вот далее завершая нашу информацию давайте мы подведем итоги чтобы получить общую картину имея различные многочисленные источники данных в виде различных файлов в виде различных баз данных мы переносим наши данные в модель данных тем самым создавая по сути хранилище данных объединяя эти данные создавая вычисляемые поля в модели данных если необходимо для преобразования мы используем паба квейлик а затем мы выполняем выгрузку этих данных уже непосредственно в эксель но это уже будет сводная таблица куба олог а дальше мы можем с вами уже на основе этой таблички выполнять любой итоговый средств и собственно отвечая на наш основной вопрос это получение отчета по бизнес анализу и вот здесь мы с вами сегодня не рассматривали но это пока не входит в круг моих интересов надстройка PowerView которая позволяет визуализировать в виде интерактивных диаграмм интереснейших диаграмм данных сводных табличек поэтому вы можете задать задать поиск по PowerView вот и очень много сейчас уже просто видеороликов даже на сайте макро которые показывают как можно красиво представить наши данные вот но опять же мы это тоже на тренинге смотрим и изучаем и последний вопрос который собственно остался а когда собственно не стоит использовать эти надстройки это когда у вас самая простейшая работа когда у вас небольшое количество записей ну то есть ваш бюджет для самих себя вот для семьи может быть вот когда у вас небольшое количество записей когда вы сводите эти данные в единственную таблицу и вам не приходится работать со многими источниками когда ваши данные идеально подготовлены для анализа ну то есть непосредственно вы это делаете может быть вот сейчас я опять вспомню Аксесс я вспомню Visual Basic потому что раньше для того чтобы данные были идеально подготовлены для анализа создавались программы которые собственно то есть писались макросы которые собственно и преобразовывали наши данные приводили к нормальному виду вот но это все очень сложно это требует профессиональных знаний программирования поэтому сначала все внимание на наши настройки и обращаем внимание что мы с этими настройками работаем быстро потому что в результате наших многочисленных сложнейших может быть формул в программе Excel мы настолько утяжеляем файл что он может открываться и час и два да все может быть сложно вот и так это ускоряет нашу работу и для того чтобы сразу в полном объеме освоить эти настройки эти инструменты чтобы преподаватель вам показал все эти кнопочки все эти настройки показал установку вот пожалуйста приходите наш тренинг который мы можем по простому назвать Excel 6 часть и в этой презентации и у вас тоже программа нашего тренинга то есть вы видите что работа с настройками работа с моделью данных